Соединенные Штаты в Совете Безопасности ООН заблокировали заявления с осуждением обстрела российского посольства в Дамаске. Такие документы, обычная дипломатическая практика, они не раз принимались в связи с подобными инцидентами в отношении миссий других стран, но этого для США, видимо, оказалось недостаточным. Тем временем из океана звучат все новые, порой противоречащие друг другу заявления по Сирии, в том числе о возможном силовом сценарии. Тему продолжит Роман Кудрин. Что конкретно помешало участникам заседания Совбеза ООН осудить явный теракт, пока неизвестно. В некоторой степени ситуацию с соответствующим заявлениям российской стороны прояснили в нашем постпредствии. Оно было фактически заблокировано делегацией США, которая пыталась привнести в стандартный в таких случаях текст посторонние элементы. Американцам неуклюже подыграли англичане и украинцы. Это свидетельствует об их вопиющем неуважении к Венской конвенции о дипломатических сношениях. Приходится констатировать, что моральные устои некоторых наших коллег по Совету Безопасности серьезно пошатнулись. Напомню, российское посольство в Дамаске подверглось минометному обстрелу 3 октября. Установлено, что огонь вели из районов, которые контролируют боевики, запрещенные в России и других странах террористической группировки Джипхата Нусра. В МИДе этот инцидент назвали следствием действий тех, кто, подобно США и некоторым их союзникам, провоцирует продолжение кровопролитного конфликта в Сирии, заигрывая с боевиками и экстремистами различных мастей. По мнению экспертов, последние события в Арабской республике и фактический отказ США сотрудничать с Россией делают все более реальной вероятность прямого вмешательства американцев в сирийский конфликт на стороне противников законного президента Башара Асада. Как мы уже информировали, 3 сентября минометному обстрелу подверглось российское посольство в Дамаске. Стрельба велась из дамасского пригорода Джубар. Эта территория под контрольно-террористическим группировком Джабхат Фатх Ашшам. Это экс-Дусра, как вы знаете, Файлак Ар-Рахман. Пострадавших не было, к счастью, но посольскому комплексу нанесен материальный ущерб. Мы усматриваем связь между этим терактом и прозвучавшими накануне из Вашингтона завуалированными угрозами в наш адрес. Симптоматично, что произошло это на фоне дискуссий о возможной поставке боевикам ПЗРК и других видов современной боевой техники, которая может выстрелить где угодно. Создается впечатление, что наши западные партнеры забывают, что Нусра, теперь после ребрендинга, это Джабхат Фатх Ашшам, ИГИЛ, Джунт Аль Акса, Ахрар Ашшам, Джейш Алислам и другие подобные группировки, это все та же разросшаяся Аль-Каида, которая 15 лет назад совершила страшные теракты в США. Почему наши американские коллеги не помнят об этом, почему они ежедневно с трибун и в ходе публичных мероприятий об этом не напоминают своей аудитории, остается только догадываться. Теперь к новостям из Сирии. Посольство России в Дамаске обстреляли из минометов. По данным МИДа России, одна из мин взорвалась на территории представительства. Лишь по случайности никто не пострадал. Стреляли с территории, которую контролируют боевики Джабхата Нусры. Неспокойно и в Алеппо бомбят жилые кварталы. Есть жертвы среди мирного населения. И вот как раз из Алеппо на прямую связь со студией выходит наш военный корреспондент Евгений Поддубный. Евгений, здравствуйте. Начнем с обстрела посольства. Какие подробности к этой минуте? И, разумеется, что сейчас происходит у вас в Алеппо? Да, Роман, здравствуйте. Действительно, боевики обстреляли территорию российского дипломатического представительства. А стоит сказать, что в Дамаске посольство России находится в непосредственной близости от района, который контролируют боевики-радикалы. Это уже не первый минометный обстрел посольства. Их было несколько последней зимой. И вот теперь вновь боевики выпустили несколько мин по территории, где расположена российская дипмиссия. Действительно, по счастливой случайности никто не пострадал. Стоит сказать, что дипломатическое представительство Российской Федерации находится в условиях военного времени в Дамаске. Поэтому там подготовлены и убежище, и укрытие, и противоосколочные экраны для того, чтобы дипломаты могли исполнять свои обязанности. Работает и консульская служба, работают и посольские службы. Дипломаты не покидали Дамаск не на день даже в период наиболее напряженной ситуации, которая складывалась в сирийской столице. Рядом с посольством находятся районы Джобар и Барзи, которые контролируют боевики. Довольно часто они бьют по жилым кварталам Дамаска и бьют по территории, которая прилегает к российскому посольству. Мины взрываются и на территории российского диппредставительства. Вообще в Сирии с каждым днем ситуация обостряется все более. Боевики в Алеппо нанесли ряд минометных ударов по жилым кварталам. В результате этих ударов 5 человек погибли, десятки получили ранения. В частности люди погибли в районе Медан, это христианский квартал Алеппо. По Медану радикалы бьют практически ежедневно, используют как минометы калибра 81-го калибра, так и кустарные установки. Газобаллоны начиняют поражающими элементами и взрывчаткой. Вот такие 40-килограммовые самодельные снаряды взрываются, могут разрушить даже строение. Накануне там же в Медане 5 человек погибли в ходе подобного же обстрела. Террорист-смертник нанес удар по людям, которые отмечали свадьбу в Альхасаке. Там это данные, которые обновляются до сих пор. Погибло 30 человек, еще около 90 получили различные ранения. Ответственность за этот теракт взяли на себя террористы так называемого исламского государства. Ситуация военной ситуации в Алеппо также остается крайне неспокойной. По данным сирийской военной разведки, боевики готовятся нанести удар с юга и с юго-запада Алеппо для того, чтобы прорвать кольцо вокруг восточных кварталов города и доставить боевикам, что находятся собственного Алеппо, боеприпасы, продовольствия и дополнительные силы. При этом сирийская армия продолжает наступательную операцию на восточные кварталы Алеппо. Сразу с нескольких направлений штурмовые отряды пытаются взять под контроль здания, которые долгие годы, уже более трех лет находятся в руках членов различных бандформирований, радикальных группировок, которые сейчас подчиняются главарям террористической группировки фронт Аль-Нусра. Теперь она называется по-другому, но суть та же. Это бывший филиал Аль-Каиды в Сирии. Наступление идет достаточно медленно, крайне сложно штурмовым группам проходить жилые кварталы. Это плотная застройка. Более того, боевики используют туннели для того, чтобы мобильно перемещаться между огневыми позициями. Боевые действия не прекращаются здесь не на час. Сирийская армия продолжает наступление. Ромас. Спасибо большое. Из Сирии наш военный корреспондент Евгений Поддубный.